Здравствуйте, друзья! С вами Нескучный сад в Питере и я, Любовь Смирнова. Сегодня у нас выходные, съемочный день, сын приехал, радость большая. Но дело в том, что погоды нет, погоды нет, дождик идет. Но хотелось вам показать все-таки красоту свою. Как бы ролик особой информации такой не несет, но чисто визуальная. Вот посмотреть, хочу показать вам, какие выросли мои цветы в вазонах. Мы с вами сажали рассаду, выращивали. И вот сейчас результат, потому что именно макушка лета, середина лета. Красивее они уже не будут, хотя их можно омолодить, они будут свисти. Но вот сейчас самый пик красоты. И давайте поехали. Это моя лобелия, любимая лобелия, с нее и начнем. Она у меня вот в таких вот вазонах, они где-то литров по 12. Здесь было посажено 5 пучочков вот таких вот. Ну как мы выращиваем лобелию пучочками, штук по 10. И вот это вот во что она превратилась. Сейчас она уже вовсю цветет. Скоро начнутся цветать первые, ну вот это первая волна. И тогда ее можно просто так вот легенько сделать ей такую стрижку. После этого хорошенечко подкормить, дать азотного удобрения. И она как бы даст вторую волну цветения, еще продолжится. И хотела сказать, что лобелия это такое растение, которое конечно требует определенных условий. На юге вряд ли она у вас получится, если стоит засуха, жара. На ярком солнце она тоже себя тяжело, плохо чувствует. Вот она у меня здесь на западной стороне. Поливаю я ее буквально каждый день. Но когда у нас стояла 30 градусная жара, мне приходилось ее поливать даже утром и вечером. Иначе, когда если у нее пересохнет земляной ком, то уже очень трудно будет ее восстановить. Она уже начнет желтеть. И тут уже и обрезка в общем-то не очень помогает. И собственно уже красоты такой у нас не будет. Поэтому бережем, если есть возможность. А если нет возможности, лучше тогда и не сеем ее. Не заморачиваемся. Под ней внизу у меня здесь еще стоит два вазона. Вот это вот, кстати, первый год посадила. Это очень интересный получился вазон. Это не мезия поэтри. И вот такими вот тоже голубенькими цветочками с ярким беленьким глазочком. Она у меня в рассаде была плохая. Я ее, во-первых, потеряла. Думала, что она у меня не взошла. И выросла у меня на среде лобелии. Поэтому немножечко отстает. Но я думаю, что она свое наверстает. И выглядит она тоже неплохо. Она так каскадиком спускается. В общем-то, я ею довольна. Я думаю, что на следующий год я ее снова посею. Здесь у меня стоит вазон. Это уже многолетник. Седу Меверса, который вы у меня видели в самоваре. И я к нему подсадила. Это я в этом году его посадила. Хочу, чтобы у меня еще был один вазон. И добавила сюда пестролистный вот этот барвинок. Он многолетний. Посмотрю, как перезимует. И у меня планы, что он будет свисать вниз. И должно быть красиво. Вазоны эти я оплетала зимой. Вы помните. У меня маскель-класс есть ролика. И смотрите, для того, чтобы не доставало до земли, я сделала вот такое приспособление. Просто поставила большие глиняные 12-литровые горшки. Вверх ногами. И на них уже водрузила сюда вазон. То есть, как бы, ну, более приличная такая. Потому что подставок таких нет. Не хотелось мне ставить пеньки или кирпичи. Пока нет подставок. Это тоже вот как вариант можно использовать. Ну, вот если моя лобелия растет в полутени, буквально на западной стороне, ей солнышко достается больше, то вот это место у крыльца, это полностью тень от яблони падает. И здесь у меня растет бальзамин. Бальзамин такое растение, которое украсит нам любое теневое место. И будет прекрасно цвести. Сейчас он, конечно, вот такой вот мокрый, потому что у нас идет дождь. И самое интересное, свой бальзамин я вырастила из семян. В прошлом году я показывала в ролике, как я его собирала салфеткой, потому что его называют недотрогой. Они буквально в руках разрываются, вот эти вот семенные коробочки. Семена разлетаются. Поэтому я их собирала аккуратно салфеткой. И самое интересное, что был у меня сорт яблоневый цвет. Вот примерно вот такой он назывался. Ну, посмотрите, с моих семян вот такое вот выросло. То есть они все отличаются немножко. Я так подумала, что это все-таки был, видимо, гибрид. И он начал расщепляться. Вот видите, вот эти немножечко одного цвета, этот другого. Хотя все было буквально с одного вот такого вот горшка, с моих семян высажено. Ну, в общем, замечательное растение. Растет без проблем, быстро нарастает, зацветает. Я там даже сделала большую композицию. Покажу вам именно потому, что семян было у меня много. И я их рассадила довольно, значит, много в ящики туда еще. Так что люблю это растение. Ну, конечно, оно будет радовать нас до самых заморозков. А дальше первое, конечно, подвергнется уже воздействию заморозка. Ну, ничего, к тому времени у нас останутся другие растения. Сейчас я вам покажу. Ну, как всегда, поступает очень много вопросов о подкормках. Как я подкармливаю растения в вазонах? Надо ли их подкармливать? Конечно, надо. Когда мы высаживаем рассаду в вазоны, мы стараемся землю сделать хорошую, добавить туда и компостика, долгоиграющие удобрения. Но растение развивается, емкость тут небольшая. Ну, здесь где-то 12 литров у меня. Но, тем не менее, чтобы для хорошего цветения, растениям нужно побольше подкормок. И поэтому обязательно надо кормить хотя бы раз, ну, по минимуму, если у вас нет возможности, раз хотя бы в две недели. Но лучше всего я вот свои. У меня, видите, они все цветущие, хорошие. Я стараюсь делать где-то через раз, буквально маленькими дозами удобрений. Это нитратово он не насобирает. Нам это не есть. Это не огородная продукция, которую мы будем кушать. Поэтому нам это не грозит. И я через день при поливе стараюсь просто немножечко колпачок там какое-нибудь жидкого растворимого удобрения плесну. И, в общем-то, у меня получаются подкормки регулярные, но небольшими дозами. И вот, как показывают растения сами, им это нравится, они прекрасно себя в этом чувствуют. Ну, и опять же, когда мы высаживаем растение в самом начале рассаду, она маленькая, мы стараемся запихнуть сюда как можно больше. Но не стоит этого делать. Вот здесь у меня в 12-литровом, где-то в озоне, это один саженец был. Вот один саженец, а нет, здесь два. Вот в этом два, потому что вот в другой вижу цвет, наверное. Да, ну, в общем, где-то два, но не больше двух. Вот там вот у меня с одним есть. Поэтому лобелия по пять штучек на такой объем, не больше, но по пять пучочков. У нас дождь пытается прогнать сада, но, как говорится, красота требует жертвы. И вот эту красоту я вам еще не показывала. Это мой первый эксперимент. В этом году я вырастила бегонию вечно цветущую из семечек, красадой. Она у меня была посеяна в конце января. Росла очень медленно, но настолько медленно, что я уже думала, не дождусь ничего. И потом какой-то период наступил, когда она рванула в рост и пошла. И вы посмотрите, какая получилась красота. У меня здесь было четыре вида куплено. Вот такая красная, розовая. Тут вот есть еще с белыми цветочками. Вот здесь тоже сидит по пять кустиков в каждом вазоне. Ну вот тот почему-то у меня был затормозился, но сейчас пошел расти с белыми цветами. Вот. Мне очень понравилось это растение. Действительно такое необычное. Емкости земли ему надо не так много, как я вижу. Он прекрасно растет вот в этих тазиках, которые мы тоже оплетали. И, в общем-то, видите, какая красота получилась. Она прям меня очень радует. И я не могу на нее налюбоваться. Вот прихожу постоянно и смотрю, она настолько преображается. И цветет очень долго. Цветет обильно. И буквально никаких таких требований себе не просит. Кормлю, как обычно, какие-либо лобелию и бальзамины. Ну, то есть тоже замечательное растение. И я не пожалела, что я вместо петунии в этом году вот посеяла бегония. Ну, вот с петунией у меня нынче только вот так. Бедно. Но я уже второй год от нее отказываюсь. Все знают уже по каким причинам. В общем-то, я от нее уже устала. И захотелось что-то нового. В этот раз была бегония. А этой петунией меня угостила соседка. Дала мне по одному росточку. Вот такая и вот по махрови вот эта штучка. И зная, что я люблю очень синий цвет, вот она меня уговорила, я не смогла отказаться. Она висит у меня вот здесь вот у баньки. В вазонах по 4,5 литра. Ну, конечно, ей тут тесновато. Я там никак не могу оплести новые вазоны. Вот у меня два осталось. Хотела еще сделать ее пересадить. Но не знаю, теперь уже в этом сезоне успею или нет. И покажу вам сейчас еще одно наше сооружение. Но пока оно еще не достигло вот такой красоты, которую я все-таки надеюсь увидеть. Ну, вот посмотрите сами. Вот эту подставку для цветов мне соорудил муж. Мне она очень нравится. На ней росли тюльпаны весной, в горшках стояли. Сейчас я сюда поставила ящики с бальзамином. Вот у меня все-таки теплится надежда, что они разрастутся и прикроют ящики. И это будет такой каскад из бальзамина очень красивый. Ну, тенденция к тому есть. Они выкинули много бутонов. Я думаю, что скоро она все-таки у меня разрастется. И я получу эту ожидаемую красоту. Ну, и напоследок вам уже не про красоту, а про пользу. Вот смотрите. Вот в этом ящике у меня в прошлом году рос Алису. Он хорошо рос и красиво смотрелся. Но когда пришла осень, я собрала семена с прострела. И мне надо было их куда-то посадить так, чтобы не потерять. Я их засеяла вот в этот ящик. И посмотрите, какая же радость была у меня по весне, когда эти семена практически все взошли. Вот их так много. Я даже до сих пор еще не знаю, что с ними делать. Или рассадить их по стаканчикам по отдельным, оставить зимовать. Или так проредить, может быть, пока еще ничего не делала. Вот заодно и советы мне дадите. Вот это все будут у меня саженцы прострела. Представляете, в таком огромном количестве. Что я с ними буду делать, еще не придумала. Но я очень довольна, что у меня их столько много. Так что вот у меня вот это вот еще такая получилась польза. Ну вот, друзья, пока мы с вами снимали этот ролик, у нас закончился дождик. Но уже будем заканчивать, потому что вазоны тоже как таковые закончились. И очень обильно цветущие, и не очень, вот как здесь, например. Но все они мои любимые. Я просто обожаю вазоны. Вы же знаете мое отношение к ним. Так что рекомендую. Это все-таки настолько здорово, если есть возможность такая жить при них, поливать. Если нет, то, конечно, не стоит и связываться. С вами был Нескучный сад в Питере. И я, Любовь Смирнова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова